Евангелие от Марка, глава вторая Кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, Чадо, прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, — Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, — Встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному, — Тебе говорю, — Встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тот час встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, чтобы все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит Ему, — Следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме Его, возлежали с Ним и ученики Его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, — Как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав это, Иисус говорит им, — Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Нему и говорят, — Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, — Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить за сеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колоссия. И фарисеи сказали ему, — Смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать? Он сказал им, — Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафари и ел хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им, — Суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы.